это как вы наверное помните моя игра и сейчас вы смотрите уже второе видео по ее разработку первая часть есть на канале и если вы ее не видели обязательно посмотрите перед этой кстати забыл упомянуть об этом в прошлой части но игра называется джампинг пиксель в этой части я снова буду показывать процесс ее разработки начиная от того что было в конце прошлого видео заканчивая тем что есть сейчас конечная цель обойти санкции и выпустить игру в племаркете ну или не обойти и не выпустить тут уж как получится в любом случае всем привет дамы господа с вами снова я мангриш поехали в предыдущей серии и как вы помните в прошлой части я никак не мог сделать нормальную систему врагов и после выхода этой самой части я даже пошел смотреть официальные курсы по unity от самих разработчиков но на следующий день забросил далее я решил добавить игроку возможность стрелять но на данный момент в игре такой возможности нет еще над врагом теперь есть показатель здоровья но после того как я его сделал я все-таки захотел допилить систему врагов поэтому пошел на ютуб искать видео уроки и вы можете сказать о банк гриш даже в помощь не расслуживали сквозь какую-то хрень с грудокодом но разница в том что в прошлый раз я искал видеоролики на русском а в этот раз решил поискать на английском я нашел довольно хороший урок в котором вот вы не поверите работал до в том ролике конечно алгоритм чуть отличался от того чтобы в ролике из первой части но в целом я доволен результатом какой же можно сделать вывод из этой ситуации какой же можно сделать вывод из этой ситуации в первую очередь помощь по программированию стоит искать на всяких западных ресурсах или роликах на ютубе так как как вы могли понять из моей ситуации там вы найдете помощь с гораздо большей вероятностью затем я нарисовал меч в котором игрок будет атаковать врагов вот проблема в юнити спрайт выглядит совсем не так как в программе в которой я его рисовал я решил написать об этом в одном дискорд сервере не спрашивайте почему доско язычный и оказалось что это все из-за сжатия который по умолчанию включена на всех спрайтах я его выключил и цвета стали нормальными затем я сделала вот так вот анимацию атаки и и как и стиль будет вы уже могли видеть функции грамм-канале а если видели срочно подписывайтесь далее я тоже подгонезычно увидел уроку сделал атаку этим самым мечом и как мы видим все работает правда там враг сначала получает руб потом игрок на него замахиваться но это я быстро пофиксил затем я взял обычные двери и чуть-чуть перекрасил их получились двери которые будут открываться врагами я об этом рассказывал еще в прошлый участник если вы помните затем я сделал вот такой вот уровень с врагами где игроку надо подняться снизу наверх при этом убивая врагов но тут фраг незапно решил обхитрить смерт и его хп ушло в минус но это тоже пофиксил затем я сделал так чтобы на первых уровнях где нет врагов у игрока не было меча затем я сделал восьмой уровень а именно взял пятый уровень скопировал вставил отзеркалил и заменил сферы на врагов г гейм-дизайнерское решение затем я сделал еще один уровень он будет разделен на несколько секций первые враги с семья здоровья второй статью а в третий вообще враг у которого 8 далее я решил добавить игроку временную неуязвимость то есть безапуске уровня игроку полторы секунды нельзя будет нанести урон ну и конечно же в первых уровнях нее не будет еще и сделал чтобы когда игрок прыгал на шипы здоровье не сбрасывать а то как-то читер на по моему далее сделал десятый уровень котором есть и враги и сферы потом я сделал так чтобы высота прыжка зависела от того как долго игрок жмет на кнопку прыжка затем я сделал скрип на проигрывание музыки он из списка нескольких мелодий случайным образом выбирают одну проигрывает ее а затем ждет когда она закончится и повторяет все вышеперечисленные действия снова и так по кругу когда игрок не выйдет из игры затем я начал делать босс битву для начала я начал делать уровень в котором это босс битва и будет проходить а еще когда игрок перейдет на этот уровень музыка попадет а когда пройдет чуть дальше получится отдельная музыка для босс битвы и она собственно начнется еще я нарисовал в программе оси проекта в которой я рисую все спреты вот такой вот квадрат чертилу где у него другое имя ладно а потом я начал писать скрипт который будет собственно контролировать то что будет происходить во время босс битвы и давайте я вам все-таки расскажу что там все-таки будет происходить изначально мистер квадрат а именно так его и будут звать в игре будет просто следовать за игроком и его нельзя будет атаковать квадрата не игрока но спустя некоторое время такого последования под боссом начнет появляться вот такая вот красная штука означающая что на этой зоне лучше не находиться и через некоторое время он упадет вниз и еще через несколько секунд активирует лазеры после этого у игрока будет еще с 6 секунд чтобы нанести босса урон когда он нанесет ему достаточно урона начнется следующая фаза всего их будет несколько а именно 4 первую я уже разобрал а вот на 2 и 3 фазах все практически то же самое только в разных местах и в разном количестве начнут спавниться враги на 2 фазе с одним хп на 3 с двумя но последние финальные фазе вместо того чтобы поспавнить врагов с тремя хп я предпринял гениальное дизайнерское решение и поэтому когда начнется эта фаза чертила перестанет следовать за игроком и откроется синяя дверь откроется новая часть уровня где игрок убивает врагов и собирает оранжевые сферы когда он их всех соберет открывается оранжевая дверь открывается еще одна часть уровня где игрок подходит к вот такой вот штучки нажимает клавишу е на клавиатуре и начинается как сцена где чертила добивает лазер я эту босс битву начал делать 1 февраля закончил где-то ближе к концу то есть на нее ушло почти весь месяц еще ближе к концу разработки я поехал за год и с собой взял мой старый ноутбук но перед тем как уехать я еще не успел импортировать в игру спрайт босса а на ноутбук я его забыл принести в итоге спрайт пришлось рисовать заново выше у меня вот такой вот чел сам процесс разработки этой босс битвы я показывать не буду не потому что мне лень писать это в сценарии хотя это тоже потому что у кого вообще это интересно реально сказал чел который где-то в начале ролика потратил 10 секунд на то чтобы рассказать о том что у него спрайт не так импортировался в любом случае после того как я доделал эту босс битву я начал делать главное меню и систему сохранений сохранение прогресса будет работать через player preps это встроенный в unity инструмент для сохранения различных данных но у него есть один большой недостаток и заключается он в том что на шиндовсе данные сохраняются в регистра из-за чего их очень легко отредактировать но я решил так сказать вставить палки в колеса желающим данные о пройденных уровнях будут сохраняться через специальный скрипт который взял с интернета он также сохраняет данные через player preps но перед этим сохраненные данные шифруются специальным ключом а при загрузке скрипт расшифровать их обратно тем же ключом вот такое вот идеальное решение также я добавил в углу меню паузы и локализацию до кроме английского языка игра также будет полностью переведена на русский язык хотя по большому счету там особо нечего было приводить только менюшку сначала я для создания системы организации использовал видео урок на ютубе но как оказалось в юнити для этого есть встроенный инструмент я им и решил воспользоваться далее когда я все доделал я выпустил в своем телеграме тестовую версию к сожалению никто из 8 подписчиков юри протестировал зато ее протестировали еще кое-кто точно не были подписаны в общем не важно важно то что эти кое-кто рассказали мне о найденных ими багов которые естественно починил и непонятно зачем снова опубликовал игру в своем телеграм канале да ладно после этого я начал писать сценарий к этому ролику я пока его писал пытался выложить игру в microsoft store где у меня еще давно был куплен аккаунт разработчика но я и смогли успел загрузить ведь просто сбил здесь под windows запаковать в zip архив и загрузить в магазин нельзя а сбудить файл который магазин примет было для меня по-настоящему сложным челленджем который я в итоге не выполнил вроде я на visual studio программе написание входа поставил все необходимые плагины но движок при билде все равно выдавал ошибку и требовал установить эти плагины ну ладно может быть позже разберусь в любом случае как я уже говорил в начале игра уже доступна для скачивания скачать демо версию вы можете по ссылке в описании но это только демо версия полноценный релиз произойдет в июле или в августе ну или в крайнем случае в сентябре зависит от того когда я успею доделать ну думаю на этом можно заканчивать всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимать на колокольчик делитесь этим роликом с друзьями и конечно же подписывайтесь на мой телеграм-канал чтобы вы первыми узнавать обо всех новостях моего канала всем пока а